В информационной студии телеканала «Север» Елена Ванцева. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Психолога-психиатрическая экспертиза установила невменяемость убийцы шестилетнего мальчика в детском саду Наринмара. Следственные действия завершены. Уголовное дело передают в суд. Впервые за последние три года общее количество зарегистрированных преступлений в Ненецком округе характеризуется снижением. В Управлении внутренних дел по Ненецкому округу подвели основные итоги деятельности за 2019 год. Теперь жители региона смогут получать расширенный комплекс услуг. От воздействия на нервную систему до инновационного метода лечения широкого круга заболеваний. На закупку оборудования «Лукойл» выделил более 3 миллионов рублей. Невероятный реквизит, костюмы, танцевальные номера. На что только не готовы КВНщики ради яркого выступления на ежегодном фестивале «Кивин». В числе команд в Сочи выступила и сборная НАУ. Об этих и других событиях в ближайшие 20 минут. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минтруду подготовить поправки в закон о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Изменения нужны для выполнения поставленных президентом задач в послании Федеральному собранию. Об этом говорится на официальном сайте правительства. Премьер призвал министров создать условия для роста экономики и в срочном порядке начать выполнять задачи в сфере демографии и повышения благосостояния граждан. 15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил расширить программу материнского капитала. У семьи будет право на получение 466 тысяч рублей при появлении первенца, а выплаты за рождение второго ребенка составят 616 тысяч рублей. Объявленные меры должны вступить в силу с 1 января 2020 года, а саму программу материальной помощи семьям должны продлить минимум на 5 лет. Эксперты отмечают, что выплата материнского капитала при рождении первого ребенка может значительно поддержать спрос на недвижимость и ипотеку. Особенно это касается российских регионов, так как там средний уровень стоимости жилья ниже, чем в Москве и в Петербурге. В управлении внутренних дел по Ненецкому округу подвели основные итоги деятельности за 2019 год. Расширенное заседание коллегии ОМВД состоялось в актовом зале городской мэрии. В работе коллегии приняли участие органы власти региона, прокурор Ненецкого округа и уполномоченный по правам человека. Начальник окружной полиции Олег Яковлев в своем выступлении сделал акцент на имеющихся недостатках в работе полиции и определил конкретные задачи на 2020 год. Впервые за последние три года общее количество зарегистрированных преступлений в Ненецком округе снижение. За прошлый год их количество снизилось почти на 20%. Прежде всего необходимо отметить сокращение количества погибших и граждан, которым причинен вред здоровью. Меньше совершено преступлений против жизни и здоровья, против собственности. В том числе на 22% уменьшено количество краж, на 25% грабежей, на 36% угонов, умышленного причинения чужого имущества. Впрочем, несмотря на общее снижение зарегистрированных преступлений, по итогам прошлого года число особо тяжких правонарушений возросло на 40%. Этот рост объясняется усилением работы по противодействию наркотикам, коррупции, экономическим преступлениям. К данной категории относят теперь и преступления мошенников, совершаемые через банковские карты граждан. Правонарушения, совершенные на улицах, сократились на 23%. В общественных местах – на 28%. Немаловажную роль в этом сыграли камеры видеонаблюдения. Ключевым и неопровержимым доказательством совершенного преступления на улицах в общественных местах выступают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, данные системы выступают с серьезным профилактическим оружием. Приведенные статистические данные напрямую свидетельствуют о важности развития правоохранительного сегмента «Безопасный город». А также продолжение работ по повышению уровня оснащенности и благоустройства общественных мест. Регион Александр Цибульский также отметил необходимость дальнейшего развития системы «Безопасный город». Продолжаем развивать систему «Безопасный город». Это важно и для дальнейшего снижения народных транспортов, которые шерсты и в целом преступности на наших улицах. Мы на серьезный план по продвижению управления. Вчера у нас приезжал Павловский банк, который предлагает очень серьезную комплексную систему «Безопасного территорийного города», которая для нас позволила качественным образом сделать шаг в первую очередь в профилактике правонарушения. Шла речь на коллегии и об обеспечении жилыми помещениями сотрудников ведомства, в частности участковых уполномоченных, как в городе, так и в селах округа. Необходимо предоставлять участковым квартиры соответствующего качества, чтобы они были современными и соответствовали названию современного комфортного служебного жилья. Кроме того, мы с вами говорили, что есть проблема о предоставлении помещений для опорных пунктов. Олег Николаевич, хочу вам сказать, что мы договорились и первое поручение дали по микрорайону авиаторов. В новом доме будет выделено помещение, которым будет оснащено соответствующее помещение, которое тоже будет соответствовать тем стандартам, которые мы с вами совместно утвердим. Глава региона предложил наладить более тесное взаимодействие с органами исполнительной власти Ниньского округа для проведения профилактических мероприятий. В завершении заседания коллегии лучшие сотрудники управления были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами за добросовестное исполнение своих обязанностей и достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности. Александр Литковов, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Следственным комитетом Российской Федерации по Архангельской области и Ниньскому округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 36-летнего уроженца города Наринмара Дениса Поздеева, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство малолетнего», сообщается сегодня на сайте ведомства. По версии следствия, днем 31 октября 2019 года фигурант уголовного дела подошел к центральному входу детского сада «Сказка» и позвонил в домофон. Охранник в нарушении установленных правил, дистанционно, не выходя из комнаты охраны и не уточнив цели визита, открыл тому входную дверь. Мужчина беспрепятственно поднялся на второй этаж и прошел в спальню одной из групп, где во время тихого часа отдыхали дети. Одна из воспитателей попыталась преградить ему путь в спальню, но мужчина оттолкнул ее и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь. Сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала тревожную кнопку. Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельные ножевые ранения шеи шестилетнему мальчику. В отношении Поздеева проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что он страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение, в медицинскую организацию психиатрического профиля специализированного типа. Уголовное дело будет передано в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Из-за сложных метеоусловий перенесен вылет сотрудников Росгвардии в село Несь. Проверить владельцев гражданского оружия по месту жительства и оказать населению практическую помощь в получении государственных услуг сотрудники ведомства планируют в период с 24 по 31 января. Согласовать удобное время посещения и получить подробную справочную информацию по-прежнему можно по телефону 4-69-60. Личный прием граждан, зарегистрированных на интернет-портале госуслуги и подавших заявления в электронном виде, будет проводиться в здании администрации Канинского сельсовета на улице Набережной, 20. Уникальность и функциональность. В комплексном центре социального обслуживания Нейнского округа появилось новое оборудование, закупленное на средства, выделенное компанией «Лукойл» в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с администрацией Нейнского округа. Теперь жители региона смогут получать расширенный комплекс услуг – от воздействия на нервную систему до инновационного метода лечения широкого круга заболеваний. На закупку оборудования нефтяники выделили более 3 миллионов рублей. У нас закрываются две сферы, которые позволяют образовать поле магнитное вокруг тела человека. Медицинская сестра Валентина Шипилова демонстрирует гордость комплексного центра социального обслуживания, закупленную на средства, выделенные нефтяной компанией «Лукойл», новинку для Нейнского округа – магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг». Его спектр действия – от лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата до снятия стресса. Он очень просто в управлении, просто набирает нужную методику, соответствующую заболеванию человека. Например, артрит коленных суставов. Вот и включается опорах. И сопровождается музыкой. То есть тоже способствует расслаблению, улучшению общего самочувствия. А это еще одна новинка – массажер для ног. С помощью аппаратного точечного массажа нормализуется давление, улучшается работа мозга и сердца. Вы знаете, успокаивает. В первую очередь это успокаивает. И хорошо сосуды работают. У меня плохо сосуды работают. Ног. Судороги бывают, знаете, сводят ноги. Прекрасно. Ночь спишь хорошо. Инновационный метод лечения широкого круга заболеваний, в том числе расстройства центральной нервной системы, применяется при использовании еще одной новинки для региона – комплекса биоакустической коррекции БАК. Также благодаря помощи нефтяников удалось полностью оснастить два кабинета психолога. В частности, обновить сенсорную комнату. Компания «Лукоэл» – социально ориентированная компания. Мы ведем постоянно политику именно для того, чтобы можно было помогать гражданам. То оборудование, которое было приобретено в рамках данного проекта, я уверен, что оно принесет большую пользу, что расширит качество и спектр услуг, и самое главное, поможет реабилитироваться нашим гражданам. Среди новинок, которая уже пользуется большой популярностью у отдыхающих – механическая беговая дорожка. В частности, она помогает тем, кто проходит реабилитацию после инфаркта. После инфаркта самое важное – это дозированная ходьба. Дозированная ходьба может тренироваться именно на механической дорожке, потому что человек сам знает свое самочувствие. Также на средства нефтяников закуплен тренажер для терапии опорно-двигательного аппарата «Мини-тестер», установка для гипоксотерапии и другое медицинское оборудование. Мы делали анализ из тех необходимых регуляционных услуг, которые требуются, и исходя из этого закупали. Несколько лет назад мы обновили ванное отделение полностью, купили гидромассажный душ. Сейчас шли необходимо именно это оборудование купить, потому что как раз была именно в этом потребность. По итогам 2019 года услугами центра воспользовались более 180 взрослых и 240 детей. Из них 90 человек – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. Как руководитель я очень рада, потому что действительно и поддерживает нас, и есть возможность принести реальную помощь, поддержку нашим гражданам округа, видеть их счастливые глаза, видеть уже, как говорится, за много лет видеть лица, которые приходят сюда, с удовольствием приходят. Чтобы записаться в комплексный центр социального обслуживания и получить необходимое лечение, нужно сделать всего лишь один звонок по номеру 45463. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Заполярном районе ведутся работы по обустройству зимника Коткина-Харьяга. В соответствии с контрактом при благоприятных погодных условиях, сдать временную зимнюю автодорогу в эксплуатацию подрядчик должен 1 февраля 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. Контракт на обустройство и содержание зимника Коткина-Харьяга на сумму 6,5 миллионов рублей заключен с индивидуальным предпринимателем. Подрядчик приступил к строительству зимника в конце декабря прошлого года. На данный момент ведутся работы по пробивке дороги и укатке. Переправа через реку Сула уже наморожена. Тяжелая техника смогла перейти через нее и продолжает работу по обустройству зимника. Добавлю, что протяженность временной зимней автодороги составит 63 километра. Во время содержания дороги подрядчику предстоит проводить систематическое уплотнение снега, устранять повреждения и деформации, а также вести борьбу с зимней скользкостью и снежными заносами во время метелей. Зимник Коткина-Харьяга используется для доставки в село продуктов и стройматериалов. Также временная дорога позволяет жителям поселения в течение зимы иметь постоянный доступ к дорожной сети соседнего региона. Шутки, смех и дух соперничества. Команда КВН-сборная НАУ приняла участие в ежегодном фестивале КИВИН в городе Сочи. О том, что такое настоящий КВН, что он значит в жизни веселых и находчивых, расскажет моя коллега Екатерина Дементьева. Невероятный реквизит, костюмы, танцевальные номера. На что только не готовы КВНщики ради яркого выступления на ежегодном фестивале КИВИН. Ведь здесь решается судьба команд на следующий сезон игр. В погоне за эффектом неожиданности для команд нет ничего невозможного. Даже вывести на сцену настоящего оленя, как это сделала наша команда. Каждый январь команды приезжают в город Сочи на фестиваль за шансом играть в самых известных лигах – центральных, официальных и телевизионных. Но для того, чтобы сбылась мечта каждой команды, и она попала, как говорят в этих кругах, в телевизор, нужно пройти непростой путь. Выходим через семь команд. Чаще всего студенческие команды, для которых и придумывалась игра изначально, за годы участия в разных лигах, заканчивают учебные заведения, обзаводятся семьей и становятся востребованными специалистами. Однако желание прийти к мечте – сильнее любых жизненных обязательств. КВН в студенчестве – это одно. Когда сейчас КВН, это уже прям какой-то не КВН, а прям работа. Это прям работа, которая не приносит каких-то материальных благ, но работа, которая приносит какое-то, наверное, душевное, духовное богатство. То есть где-то что-то внутри. Сильнейшая зависимость. Вот именно вот эта игровая – это прям огромная сильнейшая зависимость. Прям как будто болезнь. Многие спрашивают, зачем вы играете в КВН, если вам за это никто не платит денег. Ребята, вам это нужно? Ну, я на этот вопрос, наверное, никогда не смогу найти ответ. Я всегда всем говорю, что для меня КВН, наверное, какая-то там, если прям работа, то это, наверное, работа на перспективу, что-то на будущее, в дальнейшем как-то раскрыться. Обязательный этап фестиваля – первый тур, в котором перед именитыми редакторами разных лиг показывают свои выступления все зарегистрированные команды. От участников высшей и премьер-лиг до команд, которые только начинают свой КВН-овский путь. Всего их в этом году было более 470. Все игровые дни участники фестиваля наблюдают за командами на сцене, либо в самом просмотровом зале, выстраиваясь в очередь и сменяя друг друга, либо у экранов с прямой трансляцией. Сборная победа! Лучший телеканал своего! Спасибо! По итогам четырех дней выступлений в режиме нон-стоп редакторы выбирают порядка 100 команд, на их взгляд, более перспективных и веселых, для участия во втором туре. В этом году и наша команда впервые смогла получить возможность показать свое выступление Александру Васильевичу и Сан Санычу Масляковым. Это непередаваемое ощущение, когда над твоими шутками смеется вот сам Масляков. Это очень классно и прям в этот момент ты как будто открываешь какое-то второе дыхание. Сейчас команда КВН сборная НАУ ждет судьбоносного решения по итогам выступления во втором туре, ведь для каждого причастного КВНу это не просто игра, это целая жизнь, ради которой они готовы пожертвовать многим, порой идя к своей цели долгими годами. Екатерина Дементьева специально для телеканала «Северн», город Сочи, Краснодарский край. 25 и 26 января в Наринмаре пройдет фестиваль уличных танцев «Разморозка». В его программе батлы и выступления лучших современных танцевальных коллективов Ненецкого автономного округа. «Разморозка» в Наринмаре проходит уже четвертый год подряд. Этот фестиваль уникален для молодых танцоров возможностью не только показать свои командные выступления, но и продемонстрировать свои способности в дуэтах и сольных батлах. Батлы – это состязания, во время которых участники импровизируют на одном танцполе. Арина Чернева, участница студии танца «Лу Дэнс Фэмили», примет участие в «Разморозке» четвертый раз. Мне 12 лет, я занимаюсь танцами именно в этой студии уже третий год. И на прошлой «Разморозке» я заняла первое место. И на этой «Разморозке» я порой планирую выложиться на все 100%. Активно готовятся к фестивалю и участники, для которых события такого масштаба в направлениях хип-хоп и стрит-дэнс, станет дебютом. Марине Елисеевой 12 лет. Ранее она занималась бальными танцами, а модным сейчас хип-хоп направлением Марина увлеклась чуть более года. На этом фестивале я жду много информации с мастер-классов и, наверное, чтобы посоревноваться и узнать свой уровень. Соревнования будут проходить в пяти категориях в разных возрастных группах. Все участники в предвкушении грандиозного танцевального шоу оттачивают хореографию, готовят интересные фишки и придумывают новые трюки. Владимир, как давно ты занимаешься танцами и чего ты ждешь от фестиваля «Разморозка-2020»? Танцами я занимаюсь уже на протяжении пяти лет. И от фестиваля «Разморозка» я жду бурю эмоций, просто наслаждения, всю эту атмосферу, которая будет происходить на тот момент. И я надеюсь, что наша команда выиграет и займет, конечно же, первое место. В этом году на фестивале выступят команды «Шоу Тайм», «Луденс Фэмили», «Ди Эль Студио», «Элит», «Либерти» и «Бест Фрэндс». Сильнейшие команды сразятся за звание лучших танцоров. Александра, сколько вы занимаетесь танцами? Я занимаюсь танцами около шести лет. Я так понимаю, в прошлом году вы тоже участвовали? Какое самое яркое событие было? Да, я участвовала. Участвовала я в команде «СТ Герлз». Это наша женская команда. Мы заняли первое место в командном соревновании. Это было незабываемо. Очень, очень. Отлично. А скажите, пожалуйста, что вы ждете от фестиваля в этом году? Ну, наверное, в первую очередь выложиться на все сто процентов, победить и покорить своих зрителей. В этом году судьями фестиваля будут Амар Палома США и Мария Будалак Санкт-Петербург. Профессиональные титулованные танцоры и судьи международной категории. Они же дадут участникам «Разморозки» долгожданные мастер-классы по направлениям хип-хоп, брейкинг и вакинг. Фестиваль «Разморозка» — это вообще единственный в своем роде соревновательный фестиваль, конкурс среди танцоров именно направления стрит-дэнс. У нас это направление сейчас очень активно развивается. И я считаю, что очень важно продвигать и развивать это направление, привозить сюда танцоров. Мы привозим очень опытных хореографов и педагогов, которые дают мастер-классы нашим ребятам, нашим танцорам, чтобы их развивать, чтобы они становились еще сильнее. Напомню, танцевальный фестиваль «Разморозка» пройдет 25 и 26 января во Дворце культуры Арктика. Такова информационная картина дня. Далее прогноз погоды.